Итак, Арияру народ, с микрофоном Амору, и это Farming Simulator 22. Это пробное видео, не знаю понравится вам или нет, но я буду стараться делать это все таким образом, чтобы обязательно это все вам понравилось. Эта игрулечка обещает быть безумно интересной, ведь мы начинаем сразу же с высокой экономической сложностью. На нас уже висит кредит в 200 тысяч, мы могли бы его сразу здесь выплатить, но тогда нам не на что будет дальше здесь существовать. Вообще у нас есть множество вариантов развития, но мой опыт игры в эту игру подсказывает то, что нужно сейчас брать и ударяться в траву, пытаться это все делать как-то через биогаз. По-моему это максимально самый простой способ здесь без поломанной экономики что-то пытаться сделать. У нас здесь уже есть готовые к покупке несколько полей сразу же, я думаю сразу купить вот здесь вот 18 поле, окей, и на нем уже мы что-то будем пытаться придумывать. У нас осталось 349 тысяч, я хочу сейчас тебе сразу же купить что-нибудь, что поможет нам косить эту самую траву. По-хорошему сразу бы себе купить и трактор, но денег у нас вообще тогда не останется от слова совсем. Вот, все на косилку вот эту вот покупаем себе, у нее охват до безумия маленький, всего 2 метра, но я думаю то, что на начальных этапах нам этого хватит. Вот такие можно на нее колеса поставить, я думаю это максимально очень зерзкий выглядит, 14 тысяч мы тратим, заводим и поехали. Тут даже автокруиз работает, прикольно. Но нам нужно будет ехать очень далеко, я планирую сейчас выплатить весь кредит. У нас на руках осталось 135 тысяч, на 135 тысяч нам получается нужно купить что-нибудь, что способно будет из сена скошенного делать тюки, и тюки мы сразу будем мотать полиэтиленом, и таким образом получать силос. А со стороны, между прочим, это очень даже забавно выглядит, как наш персонаж берет и идет вот с этой сенной косилкой, конечно. Жалко, что я никак не могу ускориться, и мне придется с такой вот маленькой скоростью прессить все это время. Мы тем временем уже прибыли на наше поле, где в меню строительства я могу на него посмотреть, оно реально гигантское, я думаю, что у нас получится отбить все то, что мы в него вложили. Я знаю, какие тут дисбалансные у нас системы различные встречаются, поэтому я сразу хочу здесь себе обеспечить безбедную старость и поставить хотя бы вот такие вот солнечные панельки. Да, это немножко сейчас нас вгонит какие-то долги, но я думаю, что мы сможем отбить это все гораздо более эффективно. Главное, что мы сейчас опускаем стенокосилку и ее включаем, включаем также круиз, и все у нас пошло коситься. Скорость у нас маловато, конечно, но мы уже успешно все это косим безобразие, хоть и в ручном режиме. Дальше я думаю над покупкой тюковщиков и сколько нам нужно приедет. Помимо этого тюковщика нам нужно будет еще купить, получается, трактор, который сможет возить все это дело. Я боюсь, что нам сейчас придется влезть в кредит для того, чтобы это все безобразие у нас хотя бы в маломальском масштабе собиралось и вывозилось. А больше у нас выбора нет, но для начала это все я, пожалуй, скажу. И уже после покоса, уже по истечению гигантского пройденного количества времени мы будем с вами решать. Но я думаю, что впоследствии у нас получится это все безобразие перепахать еще в больших объемах и тем самым увеличить поле и увеличить собираемый с этого поля урожай. По итогу уже сентябрь и у нас успешно вспахано все вот это безобразие и все вот это поле у нас успешно здесь валяется и буквально ждет, когда его подберут. Мне пришлось здесь накупить еще много чего и взялись в кредит, но обо всем по порядку. Я купил себе здесь вот такой вот трактор. Именно я купил его, потому что считаю, что брать трактора и прочую технику в аренду это очень растратно. Он мне обошелся чуть больше, в 100 тысяч, по-моему. И самое дорогое, что помимо этого, это тюковщик вот этот вот, который тоже мне обошелся в кругленькую сумму. Именно этот тюковщик, по идее, должен как-то оборачивать все тюки, которые я буду здесь собирать с помощью вот этого вот целопана. Сейчас все скошенное поле. Мне нужно будет с помощью вот этого штуки, которую я сейчас раскладываю, как-то собрать. Так, теперь мы ее опускаем, включаем. Все, сейчас у нас, по идее, она пошла крутиться-вращаться. А мы, в свою очередь, должны просто здесь ехать, если я все правильно понимаю. Мы едем, да, и за нами образуется такой ровненький и аккуратненький след из травы, которую мы потом будем здесь собирать. Кредит у меня на данный момент составляет 210 тысяч. Идеи мы будем должны выплачивать банку ежедневно достаточно круглую сумму. А с этого поля, я надеюсь, окупить и постараться закрыть кредит. Таким образом, у нас будет своя собственная техника и отсутствие кредита. А значит, то, что со следующей вспашки у нас получится уже уходить в плюс. Ну, а значит, то, что нам сейчас останется только вот создать вот такие вот борозды здесь. Ну, а после уже работать здесь тюковщиком. Не прошло и полугода, и у нас уже успешно все собрано. Вот такие вот аккуратные бороздочки. Все это размещено на поле. И теперь я, получается, должен включить вот этот вот самый тюковщик. Так, опускаем, включаем. Автокруиз, и у нас пошел он заполняться. Надо сейчас посмотреть и проконтролировать, как у нас будет он эти самые тюки размещать здесь. Так ли, как мне это нужно. Вот тюк у нас выезжает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И пошел, пошел заматываться. Как прекрасно это все. Замотался в несколько слоев, супер. И все, он выгружен. Вот он тюк, я владелец, 3500. И проценты ферментации. То есть, через какое-то время тюк будет заферментован, и мы из него получим силу. Замечательно. А до тех пор он должен здесь лежать под лучами солнца на поле. Ну, а значит, мы просто продолжаем собирать все сено и всю траву, которую мы здесь сможем найти. И преобразовывать будем ее таким образом здесь вот в этот самый силуис. И тадам. Прошло еще небольшое количество времени, и все у нас тюки успешно собраны. Они уже успешно заселопанены. И у нас здесь размещены. Эту штучку мы здесь оставляем. И если я все правильно понимаю, должно пройти какое-то количество времени, чтобы у нас все это успешно заферментировалось. Чтобы просто так времени ждать, я уже подготовил последнюю вещь, которая нам необходима будет для продажи всех этих тюковных вещей. Сейчас как раз мы за ней едем в магазин. На самом деле, купил я еще ее в прошлый раз, когда покупал всю необходимую технику. И не довез ее только потому, что ее везти-то особо неудобно. По идее, нам останется только эту штуку сюда привезти и ждать. Непонятно, сколько именно времени нам потребуется на ожидание. Но что-то мне подсказывает то, что ожидать здесь нам нужно будет реально много. Последний наш прицеп выглядит вот таким вот образом. Этот прицеп нужен для автоматической погрузки этих самых тюков сюда. После того, как мы их сюда погрузим, они смогут здесь у нас находиться. И мы сможем их здесь отсюда продавать. Но нужно сначала дождаться, когда эти все тюки опять-таки отферментируются. Главная наша задача доставить эту штуку туда нам на поле. И что-то мне подсказывает то, что тюков будет чуть меньше, чем мне хотелось бы. Но ладно, поглядим, увидим. Сейчас я увеличиваю скорость течения времени. И мы встретимся через какое-то количество времени, когда все тюки успешно заготовятся. И мне еще интересен будет момент. По количеству финансов мы будем выходить в плюс по кредитам или все-таки будем уходить в минус? Ведь у нас все-таки там есть как бы пассивный доход. И как бы там есть суда по кредиту. В общем, очень интересный момент. Подождали мы какое-то время. И по идее, да, посмотрите. По идее, это теперь тюк с силусом. И сейчас мы должны эти все тюки с помощью вот этой вот бандюрны как-то собирать. Очень, конечно, будет это неудобно ездить. Но куда деваться на самом деле. Простим это, блок. Не планировал я такого. По идее, мы рабочее положение. Ты дышь. Ну-ка, давай. Собирайся сюда. Оп. И все. А у меня в нем. Все пошло у нас дело собираться. И между прочим, если посмотреть на сумму мою по деньгам. То по ним можно понять то, что ждал я всего здесь один день. И я вышел в плюс по итогу этого дня. А значит то, что мне по факту этот кредит вообще не страшен. Я по нему заплатил 230 баксов. Это вообще ни о чем. Мне это безусловно нравится. 24 этих тюка у нас здесь есть. Там еще какие-то кроки здесь остались на самом деле. Но это вообще не серьезно. Мы получается этот прицеп сейчас делаем в транспортное положение. И идем на биогазовый завод, чтобы все это безобразие продать. Мы сюда приехали. И где у нас разгружаться, объясните мне, пожалуйста. Вот здесь вот какой-то прицеп нарисован. Давайте попробуем здесь разгрузить это все безобразие. Выгрузить тюки. Ну-ка, давай. Не разочаруй меня. О, пошли разгружаться. Итого. Мы получили немало деньжат. Я так скажу вам. Пускаем платформу. У нас уже 46. Было 3. То есть мы получили 43 примерно тысячи. До всего этого безобразия. Правда мне пришлось продавать на не биогазовый завод, а немножко в другое место. Но я думаю никто из-за этого сильно не обиделся. Я так понял, на биогазовый можно продать только жидкий силос, то есть не в тюках. То есть естественно идет немножко не по нашим планам. Но я думаю то, что ничего страшного. И наши планы можно немножко скорректировать по этому поводу. Сейчас мы получается идем обратно и добираем там какие остатки у нас остались. И уже дальше будем решать, что делать с оставшимся полем. И здесь у нас всего 5 было тюков. Мы идем их допродаем остатки. И думаем, что делать дальше. По идее поле пишет то, что его нужно вспахать. Но я уверен то, что у нас получится как минимум один еще урожай травы скосить до наступления зимы. Хотя даже несколько урожаев получится скосить. Ведь трава у нас получается полный цикл роста именно ее составляет 3 дня. Один день уже прошел, значит осталось примерно где-то 2 дня до момента, когда первый раз трава вырастет. То есть к концу сентября у нас созреет полностью трава. И мы сможем ее снова скосить и получить те самые плюс-минус 50 тысяч за это поле. Таким образом мы сможем в очень скором времени отбить весь кредит на технику, которую мы с вами взяли и уже идти постепенно в плюс. Разгружаем. И получаем заветный 9 тысяч. Сейчас нам нужно увести тюковчик обратно. Мы встаем на перемотку и ждем когда же у нас снова вырастет это поле. И я смогу его снова собирать. И я думаю это уже я буду делать за кадром. И вам я предоставлю лишь готовый результат. Ну а что у меня из этого выйдет вы узнаете уже в следующей серии. Если вам было это интересно, то я прошу оставаться неравнодушными и рассказать мне насколько вы заинтересованы в выходе продолжения. Лично мне безумно нравится эта игрушка и я хотел бы выпускать новые серии. Но на самом деле все зависит не от меня, а все зависит только от вас. Ну и тогда на этом все. Всем спасибо что смотрели. У микрофона был как всегда. Ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok